Продолжение следует... Мы будем, иншаллах, потихоньку предоставлять слова нашему руководству, нашим алимам. Они будут нас поздравлять с наступившим месяцем Рамазан. Также будут делать небольшие наставления для нас всех. Общая цель нашего ифтара – это сплочение всего большого нашего коллектива. Чтобы все друг друга знали, что мы все – одна большая семья Дагестанского теологического института. И начать наше мероприятие хочется с чтения Хорана. Шамил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 وقد мكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ولياذذكّر أولو الألباب صدق الله العظيم سنفه لذلك سألوا يذهب لها من قطران وتبعهم من قطران وتطاق المكراطية Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 о своем вкладе, о своем отношении, я остановился всего лишь на одном, что для меня большая радость быть рядом с этими таллимами, совершать с ними вместе коллективный намаз. Даже недавно, когда несколько недель меня не было на работе, был на лечении, и когда уже приехал к себе, это единственное, по чему я скучаю, я скучал по намазу вместе с этими таллимами. И когда я это почувствовал, альхамдуллах, это и есть то, что я мог бы себе пожелать. Это большой дар Всевышнего Аллаха. Но вместе с этим, вот наш имам сегодня говорил, что нам даны очень много благ, нам даны возможности, вместе с этим я задумываюсь над тем, какую ответственность Аллах на нас возлагает тоже. Вот эти старшие алимы, старшее поколение алимы, которые обучались в очень жестких условиях, кто даже в подвалах, кто даже, один из них рассказывал, что на утренний намаз, когда они вставали, чтобы омовение делать, приходилось даже разбивать лед, которым уже было покрыто ведро. Сейчас нашим ребятам, нашим таллимам создаем очень много условий. Мы даже уделяем им очень много времени, внимание, созданию этих условий. Но я задумываюсь о том, что настолько же Аллах, наверное, возлагает на нас, и ответственность у нас тоже, сколько возможностей Он нам дает, сколько и ответственность тоже будет. Насколько же мы эту работу выполняем, и насколько Аллах нам дала возможность, мы делаем ли настолько это. Вот эта мысль бывает постоянно, и это делает нас, это помогает стремиться, это помогает делать еще один шаг, это мотивирует, это действительно очень сильная мотивация. И я сегодня выражаю всем огромную благодарность каждому, и Маалему тоже, и хозяйственному сотруднику, и всем поварам, другим, всем этим женщинам, которые нам помогают, способствуют этому, и всему коллективу Курбансервиса, который все свои силы и возможности направляет на то, чтобы обеспечить работу этого образования, всех образовательных структур, которые вместе работают. Всем вам огромное спасибо, пусть Аллах вознаградит за каждое, даже самое малое, как нам кажется, деяние. И сегодняшний этот Ифтар, это мероприятие, пусть будет еще одним шагом к сближению наших сердец и построению новых планов, новых идей. И я уверен, что в этот коллектив еще вольются много людей, которые будут это двигать дальше. Как я уже сказал, наш колледж был открыт официально, лицензирован в 2014 году, и наряду с нашим колледжем в поселке Дубки функционировал также филиал нашего колледжа в поселении Зубутли-Мятли. К сожалению, директор нашего филиала чуть-чуть опаздывает, но не дать им слово, чуть-чуть себя показать и сказать пару слов мы не можем, поэтому приглашаем сюда усейного Рамазана, заместитель директора филиала селения Зубутли-Мятли. Конечно, в первую очередь, что приходит на ум, это бесконечная благодарность Всевышнему Аллаху за то, что даровал возможность и в такое священное время находиться вместе с этим коллективом, заниматься этим богоугодным деянием, а именно обучением подрастающего поколения, передавать ту льму, которая нам досталась от праведных предшественников. Мы знаем, что в Куране, описывая богобоязненных людей, Всевышний Аллах рассказывает о тех испытаниях, которые у них были. Оттуда можно выделить два таких основных вида испытания, что Всевышний Аллах испытывает бедствиями, и человек, когда эти бедствия проходят терпеливо, он возвышается в своей степени. И еще Всевышний Аллах испытывает даруя благо. И если этот человек будет благодарным Всевышнему Аллаху, это тоже возвышает его. И в связи с этим я слышал одну интересную, хорошую дуа, которую делали пожилые люди. Наверное, лучше будет в оригинале, как они говорили на аварском, сказать И в связи с этим я бы хотел, конечно, также сказать Всевышнему Аллаху, попросить, чтобы Аллах оставил нас обладателями этого блага, благодарными обладателями, которые будут воздавать хвалу Всевышнему Аллаху и выражать благодарность. И, конечно, хочется выразить благодарность всем, кто участвовал в организации этого мероприятия, каждому, кто в этой работе способствует, будь то словом, будь то делом и финансовым. Пусть Всевышнему Аллах примет наши благие деяния, наши посты. И дай Аллах, чтобы также мы все вместе имели возможность собраться в раю вокруг нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейкумсалям. Амин. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В первую очередь, конечно, хочу Священного Аллаха поблагодарить за те возможности, которые Аллах нам дал, чтобы служить людям Ильма, чтобы служить Мута Ильмам, чтобы служить Хидмат делать нашим Ильмам, которые способствуют распространению Ислама по всему миру, можно сказать, по всей России. Потому что это кладезь, это центр, где подготавливают больших специалистов, которые распространяют Ислам по всему, по всей России. И вот когда мы участвуем в этой организации, в этой системе, то, конечно, хочу Священного Аллаха за это поблагодарить. Но так как мы люди, которые даем в первую очередь исламское образование, далее и светское образование, хочу вот чуть скрестив, привести вам небольшой пример. Такой президент был, который погибший в Америке, Кеннеди, который называют Джон Кеннеди, когда у них гонка за космос с России шел, они пытались первого человека запустить на космос. И он приходит в центр НАСА, где космическая программа в то время велась. И когда он туда приходит, он находит уборщика, и уборщика, который метлом под металл. Он у него спрашивает, ты что делаешь, чем занимаешься? Уборщик говорит, я говорю, помогаю запустить первого человека в космос. Подумайте, слова. Если сегодня уборщик, мадресе, охранник, который просто кушает, готовит, стол вытирает. Если у него спросить, чем ты занимаешься? Он что скажет, убираю стол? Чищу территорию? Охраняю объект? Или он что скажет? Если он скажет, я распространяю ислам по всей России, он действительно этим и занимается. Посмотрите, просто намерение, будь это охранника, будь это повара, будь это слесара, разницы нет. И это уже становится действительностью так. Потому что посмотрите, какое прекрасное помещение. Какой прекрасный зал. Но в этом зале главное что? Подиум? Или прекрасно украшенные столы? Или освещение? Или микрофон? А может удобный стульчик? Мы прекрасно знаем, что если чего-то, даже одной части не хватало бы, или стекла, нам уже холодно было бы, и нам уже неуютно было бы здесь. Или просто пластиковая посуда, нам уже неудобно было бы. Вот это весь комфорт кто создает? Все же. Вот то же самое, мадресея, вы подумайте, муалим дает уроки. А если освещения нет в классе? А если теплой воды нет для мувени детей? А если кто-то не обеспечивает безопасность? Это же совместная работа. Это же не проходит мутаэль, он учит, становится алимом и оттуда уходит. Это все вместе над этим работают. Вот этого человека, наверное, раньше России в космос, они отправили, потому что все люди, которые в этом НАСА работали, получается, у них правильная программа была поставлена. они все понимали, что они делают. И когда человек понимает, каждый служащий, что он отправляет в космос человека, он каждый начинает на своем уровне тщательно выполнять свою работу, понимая, что от этого остальная работа зависит. То же самое все сотрудники, которые здесь находятся, и те, которые сегодня остались на работе ради мутаэля, тем более и они, мы все делаем общее дело. Если мы сейчас кого-то начнем благодарить, вот мы выбирали, благодарность кому дать. А кому дать? Ну, сами подумайте, повара, которые утром встают в 2 часа утра, пищеблок, который в 2 часа утра встает, идет в мадресе, чтобы разогреть еду мутаэль. Мутаэль, каждый день. Разве это не огромная работа? Или охранник, который каждый день выдерживает много возмущений со стороны студентов? Потому что каждый раз, когда на улицу уходят и внутрь запускают, это же десятки, нет, это сотни людей, это и дети, которые вообще не слушаются ни нас, ни их. Это вы посмотрите, насколько трудоемкая работа. И что его удерживает на этой работе? Тот иман, который у них в сердце. Это муалимы, которые работают, это в среднем я посчитал, где-то 1200-1300 часов в год над студентами, чтобы их изменить. Это просто урок. А чтобы этот урок подготовить? Сколько времени, сколько часов? И сейчас, когда оцениваешь это все, ты понимаешь, что по сути благодарность нужно давать каждому. Если даже мы будем благодарить, мы никого поблагодарить даже близко не сумеем. Восемь лет человек просто учится, потом тысяча часов с лишним посвящает мутаэль. Как этого человека поблагодарить? Мы этого, конечно, даже близко сделать не можем. Полностью мы понимаем, что Аллах ему из-за этого воздаст. Масштабы нашей работы, чтобы вы понимали, я не буду называть количество выпускников или сколько студентов. Это оставим. Просто назову летний период, приблизительно масштабы, которые планируются. Это где-то старшие курсы в среднем 70 человек. 70-75 человек. Они все отправляются под руководством муфтиата, чтобы летние уроки вести. Плюс к ним добавляются старшие курсы колледжа. Четвертый, третий курс, они уже добровольны. Минимально это получается 100-120 человек в летних курсах будут участвовать. Среднее количество классов, которые у них бывают, это от 15 до 25. Сами подумайте. За лето около 2000 студентов, 2000 детей, они научат иману, исламу, азам ислама. И вот эти все люди, кто бы здесь ни сидел, и те, которые сегодня здесь нету, вы соучастники этой работы. Вы вносите вклад в эту работу. Каждый день. Да, мы не можем, как бы сказать, каждого поблагодарить, но мы это все равно видим. Когда мы смотрим, когда тщательно ознакомимся с каждой частью работы, мы видим, что каждый человек делает в действительности очень тяжелую работу. Но вы сами подумайте, результаты этой работы. За три месяца около 2000 детей обучение проходит. Это же огромная работа. Для нас какое счастье в этом мире оказаться среди этих участников. Я даже не говорю о тех выпускниках, этих студентов, которые за пределами находятся. О тех выпускниках данного института, которые сегодня находятся. Средний стаж учителя здесь 10-15 лет. Весь и до 20, и больше 20 лет. 7-8 лет. Это люди, которые себя посвятили Ильм. Соответственно, когда мы им помогаем, мы тоже в этом огромной работе являемся соучастниками. И напоследок, без рекомендаций, как вас оставить. Смотрите, обратите внимание на то, что мы в каждой части работаем. Мир меняется. И очень быстро меняется. По динамике, как мы подозреваем, она еще быстрее будет меняться. И сегодня мы за ней успеваем или нет. Потому что, когда я один раз куратором был, были студенты. Через 3-4 года, когда был заново куратором, уже у них манера поведения, психология была другая. Новые тенденции, новые системы продажи. За этими вещами мы должны гнаться. Если мы сегодня просто пешком идем, мы это не догоним. Поэтому каждый человек на своей должности должен думать не просто работу выполнить ради Аллаха. Он должен думать, как систематизировать, как улучшить свою работу. Если сегодня какие-то пропаганды западные идут, учитель должен понимать приблизительно в голове у студента, какая программа чуждая нам стоит. Как ему подход найти. Если же человек охранник, разницы нет, то будет это повар, будет это торговый представитель, будет это производственник, он должен всегда думать, как улучшить. Если у вас идея есть, мы всегда рады эти идеи встретить. Вы просто на бумаге пишете, расписываете вашу идею, передаете к руководству. Руководство посмотрит, хорошая идея на заметку возьмет. Поэтому это мир, мы в таком состоянии находимся, что нам нужно не просто довольствоваться тем, что есть. нужно работать над улучшением. За лето что новое я могу изучить, как я могу преподавание улучшить. Посмотрите просто вот Кембридж, Оксфорд, сегодня Яндекс позволяет прямым переводом переводить их уроки на русский язык. Посмотрите, как методика идет и как ее в Эльму передать, перевести. Возможно сделать? легко. 10-15 уроков смотрите, вы понимаете чуть-чуть тематику, как изменить. Просто посоветуйтесь с 10-15 разными муалимами, спросите, ты как преподаваешь, ты как преподаваешь. Поэтому это время, в котором мы должны над этим работать, над улучшением. Каждый день над этим мы должны стараться, да поможет Аллах нам в это. Если надо, новые источники исламской информации постоянно появляются, если надо, светские появляются, во всех отделах это происходит. Поэтому это, я думаю, обязанностью каждого является. И напоследок, так как смутное время, хочу сделать дуа, чтобы Аллах показал нам истину, истиной, и помог следовать, держаться за Ним, показал ложь и помог отстригаться в ней. Да поможет Аллах нам, одарует Аллах нас ниаматами и поможет как подобает, как достойно мусульманину, искренне от сердца, постоянно, чтобы мы щукру делали, чтобы Аллах нам постоянно увеличивал эти ниаматы, чтобы мы с этим ахлю-илмом как сегодня находимся, чтобы мы этому и умерли в судный день перед священным этим и подстали. Ахмад уже упомянул благодарность от Сталисанского Диалогического Института, работникам Института, мы сегодня вручим участь одну шагу. Благодарно вручается марсуру Ахмаду Багамет Саибовичу. Это помощник завхода и водитель нашей. Благодарно. АПЛОДИСМЕНТОВА 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 Закончим сутчатую и за торговый институт профессионалит и ответственное заканчивает большую спасибо в развитии института благодарность получается ума нарушение уже в омбали в и а а ан а 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 Продолжение следует... 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 В выходной день организуем этот ГУАЙ, и все вместе, коллектив от трех филиалов, другие работники, всех вместе ждем на ГУАЕ. Сегодня кушаем, после рамадана будем работать. Всех хочу пригласить, и вам всем, иншаллах, объявление дам, не пропускайте мероприятия. Всем баркалах, саламу алейкум. Дорога, благодарность коллективу Нагисенско-теологического института, они отмечали за какие заслуги. Наши заслуги, мы не всем нужны, но у каждого нас коммерческая тайна бывает, поэтому мы за что рассказывать не будем. В общем, благодарность за добросовестный труд. Каждый раз отмечать не получится. Благодарность руководству фурма-сердингу выражает вам благодарность за добросовестный труд и значительный уклад в развитии компании. Уважаемый Муцалу Ахаби Абтурахманову. Все настроение зависит от нее, вкусная еда, и от настроения зависит все работа, поэтому Ахаби, вот она основа настроения. Она и сейчас, по-моему, готовит, да, там? Далее. Благодарность объявляется Джигараеву Бодрудину Исагаджевичу. Благодарность объявляется Аббасову Гаджи Рашид Хановичу. Благодарность объявляется Гусейнову Муслиму Гусейновичу. Аббасову Гаджи Рашид Хановичу. Просьба чуть-чуть шустрее. Благодарность объявляется Булачеву Сирожудину Булачевичу. Благодарность объявляется Исмаилову Шамилю Гасанхановичу. Неужели настолько голодны, хлопать не можете? Давайте погромче чуть-чуть. Благодарность объявляется Зубаирову Магомеду Абдулварисовичу. Благодарность объявляется Исаевой Мадине Казиевне. Это только половина. Переговор. Ага. Конверталась. 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 Потом отдельно подойдете и вам вручат. Все. Вот сейчас уже сконвертан. Благодарность Гамзатовой Аминат Магомедовне. Благодарность объявляется Гаджиеву Гаджи Магомеду Ибрагимовичу. Технолог. Аплодисменты. Аплодисменты. Благодарность. Али Мусаевич, технолог наш. Но его нету, по-моему, сегодня. Оставим. На другом мероприятии обязательно вручим ему Джамалов Шамиль Магомедович. Также объявляется благодарность. Благодарность объявляется Магомедову Абдул-Ахиду Абдул-Каримовичу. Благодарность объявляется Алдановой Айшат Гасановне. Теперь уже можем уверенно, чтобы подытожить наше мероприятие и в конце, когда Абдул-Ахиджи закончит выступление, мы проведем уже розыгрыш на умра. Иншалла. Бисмилляху Абдул-Ахиду Абдул-Ахиду Абдул-Ахиду. Для того, чтобы мы обучали наших детей, подростовшее поколение Исламу, Гальму, Каляму Аллаха, Сону Пророка Мухаммада, Алейс-Саляму Абдул-Ахиду Ассаляму. Это, конечно же, не наша с вами заслуга. Это лишь просто милость Аллаха. Аллах Абдул-Ахиду Ахиду 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 Ахиджи. о нашим делом, показать на своем поведении, на своих стараниях, что мы реально благодарим Аллаха за этот немат. Каждый, кто участвует в этом процессе, несмотря какой он занимает, какое его направление, каждый должен показать Аллаху Та'ала, что он проявляет благодарность за этот немат. То есть добросовестно, выполняя возложенные на него такую важную обязанность. Это одно. Второе. Конечно же, мы знаем, когда начало светлое и конец тоже светлое бывает, иншаллах, рахман, наши мадреса имеют светлое начало, потому что его обосновал наш удел Саидов Адасул Сираху. Вот этот свет, он освещает нам дорогу и до сих пор будет, иншаллах рахман, освещать уже вместе со светом наших других наставников. Под этим светом мы идем вперед. Без него, без этого света, конечно же, нам трудно идти, мы спротекаемся, падаем. И, альхамду лилля, что нам такое счастье досталось. Помню, вы тоже помните, когда в 1997 году Удьев, когда открывали наше новое здание института, когда открывался институт, он говорил, что мы сейчас сеем, а плоды увидим потом. И вот эти плоды до сих пор плодоносят, эти посаженные тогда деревья до сих пор плодоносят. И мы просим Аллаху та Аллаху, чтобы наши деревни высохли, не высохли до появления Махди, Аллахи Саламу, чтобы они носили плоды сочные, сладкие, вкусные, полезные. Далее, дорогие братья и сестры, конечно же, когда находишься на разных работах, в разных местах, честно говоря, я от души говорю, ну, в тех местах, где я находился, я вот всегда, я чувствую радость за наше селение. Потому что вот в нашем селении работа легко удается. Джамат хороший. Они всегда стоят рядом и занимают тыл того, кто впереди них. Поэтому я благодарю нашу Джамат за то, что наш Джамат поддержал нас в этом деле. Когда бы мы не нуждались с них, они всегда были рядом. И имам, начиная с Аду Рахман Хаджи, и другие имамы нашей селения, они всегда были рядом. Когда я сам был имамом, он тоже это увидел. И вот я хотел бы благодарить следующий наш Джамат, хороший Джамат у нас, прекрасный Джамат у нас. Я прошу Аллаха, чтобы наше будущее поколение тоже было не хуже, а лучше, чем мы. Чтобы они были такими, за которых могли бы гордиться наши предки. Наверное, уже время Азана приближается. Мы знаем, что в наше время без финансовой поддержки, финансовой подпитки дела трудно делаются. И для того, чтобы наш институт, наш коллектив мог реально работать, могли реально, не думая, ну, сильно не думая, а с вами решать, работать, необходимая финансовая подпитка. И вот курорт-сервис, коллектив курорт-сервиса, и мужчины, и женщины, они, можно сказать, являются нашими кормильцами. От их, как бы, старательности, от их результата зависит и наш результат. Поэтому я благодарен всем сотрудникам курорт-сервиса. Пусть Аллаху та Аллаху одарит вас счастьем, семейным счастьем, вечным счастьем, счастьем этого мира и ахрад. Чтобы каждый ваш день, который вы проводите на этой работе, Аллаху та Аллаху возместил вас, вам намного большими благами. Пусть Аллаху та Аллаху будет удовольствием нам. И я больше не буду долго говорить, здесь наши муалимы тоже есть. И я хотел бы пригласить сюда нашего аксакала Мухаммада Абакару, Расулли Мухаммада, как мы его знаем. Этот человек, вот мы вместе, Дауд Хаджи и я, он вместе мы начали эту работу по завершению строительства вот этого здания института, когда оно стояло. И с тех пор он занимается, и занимался, да, с тех пор он занимается Маишетом нашего института. Я бы хотел пригласить Аджан Хананюджа. У человека бывает склонность к чему-то. Кто-то занимается садоводством, кто-то занимается овцеводством, он технике, он любых технике, и мы хотим, Мухаммад, знак нашей благодарности вам за вашу работу, которую вы оказывали. Вы же сами? ếu что то, сколько會 находиться в жизни... говорить, что тот факт, он радует... говорить, что он не был. rejecting, когда он был... говорить... как не могу сказать. что-то? нет. Это не просто! У меня совсем не просто! Я чувствую это. Трактор. Мухаммад. 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 И теперь то, что мы оставляли на посылок, начало сейчас будет проведен розыгрыш. До того, как провести розыгрыш среди сотрудников Курма-сервиса, есть два сертификата на малый хадж, тоже от Курма-сервиса, которые идут в Дагестанский теологический институт. Почему сейчас они не разыгрываются? Потому что в конце года, ежегодно, в институте у нас лучшему работнику и тому преподавателю, который больше всех говорил на арабском языке, вручается. Но так как середина года, только еще пару месяцев до конца учебы, иншаллах, мы в конце года на подведение итогов вручим это в институте. Поэтому Ахмад один дуа забрал сразу. Теперь уже непосредственно среди работников Курма-сервиса проведем. Итак, ближе к женщинам, потому что первые разыгрываем именно среди... Вот перед вами прямо высыпываем имена всех женщин, которые работают в Курма-сервисе. Ахмад, кого Аллах позвал, кому суждено, иншаллах достанется путевка. Здесь повара нашего института тоже есть, так что повара у вас тоже есть шанс. Стоп игра. Вы же доверяете Махамдаревку, да? Да, я зачитаю. Так, упаковщицы, сколько там? Упаковщицы, сколько? Руки поднимите, упаковщицы. Руки поднимите, упаковщицы. Машаллах. Исаева Салимат Мамаевна, обладательница путевки на Амра. Будет вручать заместитель генерального директора. Пока можете принюхаться к еде, почувствовать, хорошо ли приготовлено. Там с соседкой, с соседом поговорить. Ахмад, бихинас бисерка. Можете обсудить, за какие заслуги она выиграла это? Это уже мужчины. Кстати, основным условием, чтобы он был включен, вот, в этот барабан было, чтобы человек работал больше двух лет в хурмансервисе. Еще, еще крутие. Все, наверное. Итак. Вот, читаю и думаю, я же тоже мог бы выиграть, если в хурмансервисе работал. Так. Вот, как сказать им? Где у нас основные работники хурмансервиса? Они куда-то далеко задевались. А вон там сидят. Не томит? Ибрагим. А, нет, Ибрагимович. Османов Гаджи Ибрагимович. Жиловщик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Машаллах. Еще раз давайте похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот так красиво. Единственное условие для тех, кто поедет на Умра, сделать дуа всему коллективу, всем мусульманам, конечно же. Это они сами вспомнят, иншаллах. Вот на этой красивой ноте мы подошли уже ко времени Азана. Шамиль, мы попросим тебя, Азан. И пусть Аллах примет все старания, которые были в этот день совершены. Пусть Аллах примет садака, любое действие, которое было от вас. И пусть Аллах сплотит нас вот так же. Джанна Тульфирдауси. Аминь. Аминь. Продолжение следует...